Партнер показа – торговая марка Локо Моко. Уход за кожей в дошкольном и школьном возрасте имеет некоторые особенности. С двухлетнего возраста роговой слой кожи становится плотнее. Вследствие этого кожа ребенка делается более устойчивой и выносливой, чем кожа новорожденного. Наряду с развитием кожи изменяются и условия жизни ребенка. Он становится более самостоятельным, ползает, ходит, бегает. Ребенок больше соприкасается с окружающей средой, и различные внешние факторы оказывают на него более активное действие. Поэтому в дошкольном возрасте кожа чаще загрязняется и требует внимательного ухода. Грязь является одной из главных причин, способствующих заболеваемости детей. Больше всего у детей грязнятся руки. Руками дети хватаются за различные предметы. Плодят животных, кошек, собак, роются в земле, песке, копаются в снегу, возятся в воде. Грязными руками дети дотрагиваются до лица, волос и трут глаза. Взятые грязными руками и съеденный хлеб и другие продукты могут вызвать желудочно-кишечные заболевания. Родители не должны забывать о полезности пищи, которую ребенок потребляет. Важно для каждого дошкольника обогащение организма витаминами и кислотами. Но не каждый ребенок готов есть большое количество куриного мяса, печени и рыбьего жира. Выход из ситуации прост. Это молочная продукция «Лока-мока». Творожки и йогурты «Лока-мока» содержат все полезные микроэлементы, необходимые ребенку в дошкольном возрасте, при этом отличаясь нежным сладким вкусом. Ливия очень энергичный ребенок. Она универсальная. У нее нету именно рисовать или моделировать что-то. У нее все, играет во всех играх. Активная. Любит стишочки рассказывать. Любит слушать, как я ей почитаю, рассказывает, сама придумывает. Руки надо мыть мылом и теплой водой. Намыливание и промывание надо производить тщательно. Не следует мыть руки с плотно прижатыми пальцами, так как грязь при этом смывается только с ладоней и остается в межпальцевых промежутках. Эта грязь может размазываться полотенцем по лицу и рукам при вытирании. Однако частого мытья кожа рук может высыхать и шелушиться. После мытья следует тщательно вытирать руки. Надо смазать на ночь кожу рук кремом. С волосами у нас проблем не было с самого детства. Не было трудности найти именно тот шампунь, который идет ей, подходит. И не было проблем с этим. Мы справлялись. У нас единственная проблема с прической. Когда она была маленькая, я ей постоянно заплетила косички разные. Сама как бы не нравится. У меня самой были длинные волосы. Как бы для дочки то же самое. Хотела постоянно, чтобы у нее были разные причесочки. Коротенькие-коротенькие волосы были, я собирала. Она сидела спокойно. А сейчас нет. У нас проблема с этим. Она сама мне говорит, какую прическу ей сделать. Не заплетать ей волосы. Сама как бы каждый день выбирает себе прическу. Нередко уже в грудном возрасте развивается привычка сосать пальцы. Довольно часто среди детей дошкольного и школьного возраста отмечается склонность грызть ногти. Родители должны наблюдать за детьми и настойчиво бороться с этими привычками. Грудным детям надо шить рубашки с длинными наглухо зашитыми рукавами. А детям старшего возраста разъяснить вредность этих привычек. Да, у нас с кожей тоже нет проблем. Мы только зимой пользуемся кремом, потому что сухая погода, как бы ему увлажняем кожу. Советовать, как бы, в принципе, не знаю, потому что каждый ребенок индивидуальный. Есть дети аллергичные на всякий крем, там, шампунь или что-то. Каждая мама знает, да, личный подход к своему ребенку, как бы, уже знает кожу, и аллергичный он нет. При уходе за кожей рук надо обращать внимание на состояние ногтей. Помимо неправильного впечатления, которое производит вид грязных ногтей, они представляют большую опасность. Расчесывая кожу ногтями, ребенок может легко расцарапать ее, нести инфекцию и вызвать гнойничковое заболевание кожи. Ногти на руках лучше всего обстригать коротко. Для удаления грязи из-под ногтей нужно мыть их специальной щеточкой. Во время игр, беготни, ноги потеют, сильно загрязняются, поэтому их ежедневно следует мыть перед сном теплой водой и мылом. Надо приучать ребенка к мытью ног не только в летнее, но и зимнее время. После мытья нужно тщательно вытирать кожу стоп и межпальцевые промежутки. При уходе за кожей ребенка надо уделять также достаточное внимание полости рта и зубам. В ротовой полости находится большое количество микробов. Они могут вызвать заболевания не только слизистых, но и кожи. Партнер показа – торговая марка LocoMoco.